Киргизстан Не все 8 поединков были одинаково яркими, но радуют, что почти во всех них победили отечественные бойцы. Лишь одну встречу наш спортсмен проиграл казахстанцу, но боролся достойно. Большой интерес публики вызвал единственный женский бой. В весовой категории до 52 килограммов наша Шахриза Халилова в первом же тайме победила россиянку Эльмиру Жаворонкову. Итак, реферин Роман Байгулу постановил поединок через минуту 15 секунд первого раунда. Техническим нокаутом победа одержала Шахриза Халилова! На ринг выходили и известные публики именитой бойцы. И Кумар Джалиев и уже ветеран по спортивным меркам 39-летний Мирбек Суимбаев без труда одолели своих соперников. Последними выступали представители трех стран – Казахстана, России и Узбекистана. Больших комплиментов заслуживает и сама организация мероприятия. Освещение, звук, судьи – все было на уровне. Каждый бой предваряло видеообращение отечественных кикбоксеров, в которых они рассказывали публике о себе и своих ожиданиях от предстоящего боя. Отдельно хочется отметить и ведущего вечера – российского шоумена Алексея Загорского. Публика была в восторге от его артистичности, сочного баритона и умения красиво преподнести спортсменов. А исполнение знаменитого трека «I feel good» просто взорвало трибуны, которые звистели, хлопали, кричали и подпевали. И вот, как только публике представили самые яркие номера для разогрева, каждый понял – главный бой за звание чемпиона мира в разделе К1 по версии Вака Про – скоро. Эммерсона Фалькао вывела к публике жаркая бразильянка в традиционном карнавальном костюме для самбы. Татуированный гость закрыл лицо повязкой, чтобы оправдать свое прозвище Ястреб. А нашего Федосеева сопровождали друзья по команде. Сам же он появился в традиционном кыргызском колпаке. С первых минут пятираундового боя преимущество было на стороне Алексея Федосеева. Но по традиции первой трехминутки боксеры сначала примерялись друг к другу. Второй раунд прошел уже более активно, и бразилец стал регулярно пропускать удары в голову. А к третьему раунду стало явно заметно, что соперник Федосеева начинает уставать. Фалькау стал заметно медленнее двигаться, больше оборонялся и наносил холостые удары ногами. Опробовав соперника, Федосеев старался не подпускать его близко и уходить дальше от канатов. При этом ему удавалось атаковать и точно попадать в бразильца. В четвертом раунде Алексей тоже доминировал, ловко уворачиваясь от ударов бразильского файтера. Последнему, конечно, удалось нанести ряд ударов и даже провести несколько атак, но серьезных очков это не принесло. А в это время болельщики не переставая скандировали «Леша, давай!» В заключительной трехминутке Федосеев в основном уходил от ударов соперника. Тогда же бразилец несколько раз коленом пробил его в область печени, но это был уже последний раунд. Единогласным решением судей победу одержал Алексей Федосеев. Господи и господи, и вы победитель по единственной решению, и вы, кейбоксинг, ВАК-про-велторей, чемпион мира, Алексей Федосеев! Пояс новому чемпиона мира по версии ВАКО-ПРО надели президент Национального олимпийского комитета Кыргызстана Мурат Саралинов и вице-президент ВАКО-ПРО на Сирии Нассер. Свою победу теперь уже трехкратный чемпион мира по кейбоксингу посвятил Кыргызстану. Дорогие соотечественники, спасибо, что сегодня пришли поддержать меня. Эту победу я посвящаю всему Кыргызстану, всему кыргызскому народу. Наша сила в единстве. Когда ринг опустил и зрители уже разошлись, Алексей спустился в раздевалку, где его ждали самые близкие. Вечернему Бишкеку боксер рассказал, что впервые за всю его спортивную карьеру на бой из России прилетела мама. Видя его упухшие ноги, она тихонько плакала, а потом снова улыбалась, понимая, что сын – чемпион. Из Германии прилетел и брат. Не переставая, он звонил знакомым за границу и гордо делился, что у Леши все получилось. Здесь же скромно сидела жена победителя с его маленьким сыном. А в заключение Алексей Федосеев сказал, что это был один из его самых сложных боев, но огромное стремление побеждать никуда не делось. Теперь уже совершенно на новом уровне. Кыргызстанец готов прославлять свою страну и поднимать ее флаг над рингом еще много раз.